Всем привет! Меня зовут Пантелеев Михаил, и сегодня мы будем готовить веганские блюда. Первым в нашем списке будет хумус. Итак, для того, чтобы приготовить отличный хумус, нам потребуется, конечно же, нут. Это древняя гороховая культура, бобовая, которая была еще известна за тысячи лет до нашей эры. Естественно, кунжут, а вернее, та паста, которую мы из нее приготовим, называется тхина, оливковое масло, лимон и чеснок, ну и, конечно же, специи. Специи мы будем добавлять все по вкусу, потому как в зависимости от твоих предпочтений. Это не так принципиально важно. Итак, нам потребуется 12 часов съемки для того, чтобы отснять полностью процесс приготовления хумуса. Для начала мы замочим нут в холодной воде. Кто-то использует для этого соду, для того, чтобы ускорить процесс его размокания. После этого понадобится от 1 до 2 часов варки. После того, как мы замочили нут на 12 часов, мы приступаем к его варке. Так выглядит нут в кипящем состоянии. Он уже практически у нас готов. Нам осталось подождать буквально пару минут, затем мы отделим ту воду, насыщенный бульон, в котором он варится, от самого гороха нута. Оставить воду очень важно, потому как она нам потребуется в процессе дальнейшего приготовления. Мы сливаем бульон. Этот бульон нам еще понадобится. Таким нут выглядит после варки. Это заветная фраза. После варки нута вся раба такую говорила. Чтобы он не взорвался, понимаете. Это же бобы, с теми шутки плохи. Так как нут имеет тонкую пленку-оболочку, многие рекомендуют ее снимать, для того, чтобы получилась однородная консистенция. Каждую горошину, в принципе, перебирать не обязательно. Достаточно залить холодной водой и несколько раз промыть. Большинство этих пленочек всплывет само, и мы их просто отделим. Обожаю нут готовить! Это так просто! Или нет? Такие случаи надо петь. Хаванагила, хаванагила. Большинство пленок просто всплывает на поверхность воды, их очень легко удалить, снять, но это важно сделать. Не знаю, почему важно. Я не супер шеф-повар, но их последую, их советую и сделаем это так. Потому что, видимо, важно делать все хорошо. А раз это хорошо, будем так делать. Всего с одной пачки, полкилограммовой пачки, получилась нута, огромная целая кастрюля. Нам столько нута не понадобится, столько хумуса даже двум людям достаточно много сил потребует, чтобы его съесть. Это очень вкусная, сытная закуска, поэтому из половины того, что мы отварили, мы приготовим другое блюдо. Называется оно фалафель, мы покажем это в другом видео, так что ставь фалафель, следи за нашим головам. Для того, чтобы приготовить хумус нужной консистенции, нам потребуется его измельчить. Для этого используем либо погружной блендер, либо стационарный. На мой взгляд, вот эта штука удобнее и эффективнее, с этой придется помучиться чуть подольше, но результат будет одним и тем же. Высыпаем наш приготовленный нут. Итак, перемалываем нут. Для того, чтобы закуска получилась кремообразной, добавляем воду, которую мы отделили от гороха при варке. Совсем немного. Будем постепенно добавлять для получения нужной консистенции. Еще немного. Важно, чтобы хумус не получался очень жидким, потому что он любит не только бульон, в котором он варился, но и обязательно добавление оливкового масла. Мы добавляем оливковое масло. Многие советуют не жалеть его, но и мы поставим следуем их совету. У нас получился хумус красивой, густой консистенции. Сейчас мы добавим еще кунжутную пасту, сок лимона и специи по вкусу. И наша закуска будет готова. Для того, чтобы приготовить кунжутную пасту тхину, нам необходимо слегка прокалить до золотистого состояния семена кунжута. Итак, семена кунжута у нас почти готовы. Мы уже видим, как из белых семян превратились золотистые семечки. Появился характерный аромат, очень вкусный, очень-очень. И все, что нам осталось на данном этапе, это просто измолоть эти кунжутные семена в небольшом блендере с добавлением небольшого количества воды или масла, но лучше воды. Я могу сказать, что это очень долгий способ. На самом деле, найдите что-нибудь поинтереснее, чем выкладывать этот кунжут сюда в блендер ложечкой. Не знаю, может быть, потому что я мужчина. Я вот видел женские каналы, вот они занимаются именно так, ложечкой выкладывают долго. Нет, я бы, наверное, рассыпал, даже попробую. Даже есть риск, что я немножко рассыплю, но лучше попробовать так. Нет, я лучше рассыплю. Давайте будем немножко изобретательнее. Вот так. Слушайте, ну это другая история. Я-то думал, класс. Еще немножко воды. Итак, тхина красивой густой консистенции. Мы добавляем ее в наш стакан с перемолотым нутом. Можно немного помочь ложкой блендером все перемешать в однородную массу. Мы перемололи нут, сделали пасту тхину, смешали два этих ингредиента, добавили немного оливкового масла. Осталось нам добавить в наш хумус, естественно, чеснок и сок лимона. В зависимости от того, какое количество хумуса вы собираетесь приготовить, вам, соответственно, нужно определить, сколько лимонного сока и зубчиков чеснока добавлять. Здесь все определяется по вкусу. Блендер штука не хитрая. Вы можете закинуть один или два зубчика, перемолоть, попробовать на вкус. Если вы посчитаете, что этого недостаточно, добавите еще. Также поступайте с лимоном. Из основных специй, которые используются в хумусе, является черный перец. И по вкусу мы добавим зерно кориандра и соль. Можно добавить красную паприку, чили перец или все, что вам потребуется. Но мы будем использовать в дальнейшем, чуть-чуть попозже, зеленый ингредиент, которого я очень люблю. Есть один очень клевый ингредиент, который я люблю добавлять в хумус. Это свежая кинза. Она обладает шикарным ароматом. Использую ее листья и стебель сразу с коренями. Получается невероятный. Прям шикарный вкус. И для этого блюда, для такого количества, как у меня, я не знаю, это, наверное, килограмм, не меньше. У меня хумуса получился. Я добавлю изрядное количество кинза. Шикарный аромат. По мне, так зелень нужно добавлять везде. Везде и повсюду. Получается, ну, просто что-то вот вообще нереально вкусное. Закрываем блендер. Хумус получился правильной, красивой консистенции. Густой, не жидкой. Очень ароматный, красивый, с зеленухами. Красиво во всех видео вы можете посмотреть. Поливают сверху маслицем. Сыпят оливковым маслом. Соответственно, посыпают красивой паприкой. А мы сразу приступим к делу. Я покажу, как лично я люблю кушать эту прекрасную закуску. Для этого возьмем низкокалорийный армянский лаваш. Если у вас есть ножницы для лаваша, вы можете разрезать его пополам. Если нет, можете разрезать его ножом, но не по столу. Потому что друзья будут ругаться. Итак, на наш лаваш выкладываем хумус седрой обильно. Это очень вкусно. Шикарный соус размазываем по всей поверхности. Дальше я люблю добавить несколько видов различных салатов. Здесь ромейн и айсберг. Можно завернуть это сейчас в одну большую шаверму без мяса, либо добавить тот фалафель, о котором мы говорили в начале видео. Это небольшие шарики, которые также приготовлены из нута, который остался у нас лишним. Как вы видели, у нас его и так получилось целая куча, а это его ровно половина. Из вот этого нута можно приготовить вкусный фалафель. Об этом узнать чуть позже, но сейчас уже готовый. Я добавлю его в свой прекрасный бутерброд. Свернуть его можно неаккуратно, можно аккуратно, кто как умеет. Такой вот шикарный красивый бутерброд. Наслаждаться им можно в течение целого дня. На самом деле, вчера я за поездку, разъезжая по городу, съел 8 таких штук. Не таких пополам, на самом деле. Таких четыре. Это был мой рацион на целый день. Он меня питал. Зеленые листья салата. Питательный хумус. Фалафель. Белок витаминов, микроэлементы. Все, что нужно для полноценного энергичного дня. Желаю вам приятного аппетита. Не болейте. Ставьте фалафель. Подписывайтесь на наш канал. И будьте здоровы! И так, для того, чтобы приготовить хумус, нам потребуется, конечно же... Уборщица нам потребуется. Ха-ха-ха. Поэтому... А-а-а-а. Ха-ха-ха. И так, для того, чтобы приготовить хумус, нам нужно... В хумус? Я сказал в хумус. Ха-ха-ха. Он реально похож на одеяло. Как они его делают? Ха-ха-ха. 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 Ненавижу лимон. Ненавижу, мури. Ха-ха-ха. Можно. Ха-ха. Ха-ха. Я решил не готовить хумус. Просто свалю картошки поем. Ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok